Уверенность в Боге Итак, уверенность в Боге Нам всем нужна вот эта уверенность в Боге Когда ты понимаешь, что Бог Он с тобой Когда ты понимаешь, что Бог Он за тебя И знаете, мы перешли вот сейчас, прошли по этой карте Мы перешли через какие-то границы Пусть пока духовно, но это в физическом мире это произойдет в этом году 100% Это уже происходит, да, это происходит и это началось Но чтобы пойти куда-то, чтобы вообще служить Господу Чтобы приносить плоды в Царство Божие Конечно же, мы должны быть уверены, что Бог-то с нами на самом деле Аминь Мы должны иметь эту внутреннюю уверенность Вот это внутреннее откровение Вот этот внутренний стержень Что Бог Он со мной Бог Он за меня Если бы не было этой уверенности Что что-то получится Получится конференция То мы бы просто не шагнули Мы бы просто не пошли в это И знаете, что приносит уверенность? Конечно, есть разные Можно много пунктов У меня вообще четыре пункта Но я один пункт сегодня буду проповедовать Что приносит уверенность? Это смирение Бог кому дает благодать? Бог смиренным дает благодать Бог смиренных поддерживает Бог смиренным дает мудрости Бог смиренным дает силы Бог в жизни смиренных людей проявляет свое присутствие И Бог хочет проявлять себя в нашей жизни Он не хочет прятаться Он хочет являть себя Он хочет являть свою славу Он хочет являть свою руку над нами Он хочет проявлять свое явное присутствие в нашей жизни Но для Него нужно смирение Бог смиренным дает благодать И что есть смирение? Смирение иногда говорят Ну вот человек он такой смиренный Ему ничего не надо Он ни к чему не стремится Это не смирение Это лже-смирение Смирение это послушание Слову Божьему. И для кого-то смирение стать великим бизнесменом, для кого-то смирение стать, может быть, там, не знаю, премьер-министром, да, пойти в эти сферы. Для кого-то смирение стать апостолом, пройти через все, подняться по этой духовной лестнице. И это будет смирение, когда человек послушан и он идет, он становится, возможно, очень известным, он становится великим. И это его смирение, потому что он послушался Богу и он пошел по этой лестнице. Аминь. Смирение это внутреннее состояние человека, это внутренний стержень. Когда он внутри, он говорит Богу да, он говорит Богу да. Иногда, знаете, человек, у него нет какой-то возможности, да, сегодня, у него нет каких-то ресурсов кому-то ответить там на что-то. И он такой смиренный, он такой улыбчивый, он говорит, аллилуйя, все хорошо. А внутри у него вот поубивал бы, просто, ну, возможности нет. И смирение это внутреннее состояние. Аминь. Помните, как Саул, когда стал царем, и там, ну, ему пели тимпаны, там, знаете, на гуслях, там все хорошо было, все радовались. А были негодные люди, которые говорили, Саулу ли царствовать над нами. И помните, что написано? Саул как бы не замечал. Ну, галочку внутри ставил. Просто придет время, разберемся. Придет время, догоним вас. Давайте одну историю посмотрим в Писании. Это 1-я царств, 25-я глава. 1-я царств, 25-я глава. Очень интересная здесь история. Посмотрим с вами с 21-го стиха. И Давид сказал, да напрасно я охранял в пустыне все имущество этого человека, и ничего не пропало из принадлежащего ему. Он платил мне злом за добро. Пусть то и то сделает Бог с рогами Давида, и еще больше сделает. Если до рассвета, утреннего, из всего, что принадлежит навалу, я оставлю мочащегося к стене. Представьте, жесть вообще. Это не просто человек говорит, ну, такой, знаете, там сам себе, сам себя как бы. Знаете, есть такие бойцы с тенью, чемпион мира по бою с тенью. Он такой перед зеркалом. Это не боец с тенью, это Давид, это воин, который там сметал все на своем пути. И кто-то вообще оскорбил его. И Давида, знаете, его перекрыло. Кого-нибудь когда-нибудь перекрывало? Когда ты знаешь, вот, все, тебя перекрыло, и ты идешь, тебя уже никто не может остановить. Когда ты идешь, уже все, ну, и где-то там далеко ты понимаешь, что ты гонишь, ну, простите, да. Ты где-то понимаешь, ну, другая твоя часть, она говорит, все, тебя уже никто не остановит. Тебя, ну, то есть, там, Ваня, не надо, ну, как бы, а ты, ну, как, там, жена тебя останавливает, а тебя все, у тебя там разборки, тебя, ну, как, тебя понесло. И он даже, знаете, его настолько понесло, что он даже, он не видел, это для него даже не люди, это мочащиеся к стене. То есть, он даже, это не просто, там, я всех мужиков, знаю, порублю, он, он, даже, это не люди для него, это, то есть, его практически, его никто не может остановить. Там еще вот такие же воины, еще, там они еще хлещик, головоред, и вот они, представьте, идут, все его перекрыло. Может ли кто-то его остановить вообще? Практически никто. Но там была жена Навала, Авигея. И она, когда все это узнала, она останавливает Давида, она встает на колени, и она говорит, Давид, давайте мы посмотрим, что она говорит. Пусть Господин мой, 25 стих, пусть Господин мой не обращает внимания на этого злого человека, на Навала, ибо каково имя его, таков и он, Навал имя его, и безумие его с ним. А я, раба твоя, не видела слуг Господина моего, которых ты присылал. И ныне, Господин мой, жив Господь и жива душа твоя, Господь не попустит тебе идти на пролитие крови и удержит руку твою от мщения. И ныне, да будут, как Навал, враги твои и злоумышляющие против Господина моего. Вот эти дары, которые принесла раба твоя Господину моему, дабы дать их отрокам, служащим Господину моему. Прости вину рабы твоей, Господь непременно устроит Господину моему дом твердо, она пророчествовать начинает. Ибо войны Господа ведет Господин мой, и зло не найдется в тебе во всю жизнь твою. Если восстанет человек, преследовать тебя и искать души твоей, то душа Господина моего будет завязана в узел жизни у Господа, Бога твоего, а душу врагов твоих бросит он как бы прощою. И она начинает пророчествовать. Она говорит, да не поднимется рука твоя на отмщение. Это просто женщина. Он может, знаете, как многие мужчины, они просто убрали бы ее с дороги, сказали бы, уйди, женщина. Это просто тихий голос, который пытался его остановить, и Давид, он остановился. Далеко не многие мужчины бы остановились в такой момент. Знаете, я думаю, это как прообраз, это моя интерпретация. Я думаю, это как прообраз Духа Святого. Когда Дух Святой, Он говорит в наше сердце тихим голосом. Когда, возможно, что-то поднимается, поднялась какая-то обида, когда, возможно, поднялся какой-то гнев. И ты идешь, и ты думаешь, ты сейчас голову отрубишь, ты сейчас что-то сделаешь. Но внутри тихий, 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 тихий голос. Стоять. Кто-то переживал? Кто-то слышал этот голос? Не надо. Стой. Оставь. Прости. Отпусти. Успокойся. И Давид, он остановился. Давид, он остановился. И знаете, когда мы молились за этих людей, мы молились за международные миссии, Бог на самом деле поднимает нас очень сильно. Но мы должны понимать, что прежде, чем Бог поднимает нас, или во время того, как Бог поднимает нас, мы должны понимать, что наше смирение, уровень смирения также должен расти. Если мы хотим подниматься в Божьих глазах, если мы хотим расти вот в Божьем Царстве, то смирение должно увеличиваться. Не наоборот, когда ты был никем, и ты был такой смиренный, а потом ты стал кем-то, и ты знаешь, уже все, ты уже людей не видишь, ты уже, ну как, ты уже произвольно как-то поступаешь. Нет. Наоборот. Когда ты поднимаешься, и Бог поднимает тебя, наоборот, ты должен меньше становиться в своих глазах. Ты должен меньше внутри себя становиться. Скажи аминь на это. Аминь. И Давида мы видим, здесь он не царь, он просто еще беглый человек, он пытается, он хотел этого навала просто разбить. Но потом проходит время, Давид уже царь, Давид становится царем, он уже великий человек, он известный человек, и он идет с теми же самыми людьми, он идет с теми же самыми головорезами. И выходит ему навстречу семей, вы помните, семей. И он начинает злословить его, он начинает обвинять, он начинает там кидать пылью, грязью в этого Давида. И эти люди, они говорят, давай мы с него голову снимем, ты что мертвый пес, они готовы были что угодно с ним сделать, он царь. Но он не обращает внимания, не обращает внимания, он говорит, пусть, может быть, Господь увидит мое уничижение, и он благословит меня, он поднимет меня. Тогда Давид еще не был царем, но сейчас он царь. Когда Бог поднимает нас, мы должны понимать, что внутри мы должны быть меньше, внутри мы должны становиться смиреннее. Скажи соседу, будь смиренным человеком. И вы знаете, что Бог ведет нас путем смирения, кто это знает? Он поведет нас путем смирения, он будет создавать ситуации, если мы сами не доходим, он обязательно создаст ситуацию, он обязательно пошлет какого-нибудь человека. Он обязательно кого-то пошлет в твою жизнь, который наступит тебе на ногу, который обидит тебя. Не потому, что это плохой человек. Знаете, иногда там кто-то, допустим, Александр наступил мне на ногу, но он пока не наступал мне на ногу, но, например, он мне наступил на ногу. И мне кажется в этот момент, что Александр, это вообще, это сам дьявол воплоти пришел, чтобы вот убить меня, чтобы просто растоптать меня. Но потом, знаете, я обиделся на него, но потом, когда приходит Божье присутствие, я, возможно, в молитве поклоняюсь, вдруг я понимаю, что, да, Александр, это ангел Божий, которого Бог послал в мою жизнь, чтобы изменить меня. Потому что у Бога есть для меня великое призвание, а там, если я не изменюсь, мне делать нечего. И поэтому он посмотрел и нашел ангела Александра и говорит, Александр, иди-ка к пастору Олегу, что-то он не догоняет, что-то он не понимает. Иди-ка и сделай ему вот то-то и то-то, обрезать мне его надо, понимаете? И Бог будет посылать таких людей, для этого церковь вообще, чтобы были рядом с нами иногда неудобные нам люди, иногда странные люди, которые будут обижать нас, возможно. Повернись к соседу, посмотри на него. Странный человек? Ну как нет, странный. А иногда меня в церкви обидели, да тебя в церкви должны обижать, чтобы ты другим стал. Новое учение. Нет, я не говорю, что специально, знаете, что сейчас вы поедете, сейчас специально, так, я ангел Божий, сейчас я послание, сейчас буду обижать себя. Нет, не специально, но случайно. Как у меня сын всегда говорит, Леш, ты почему это? Он нечаянно, у него на все нечаянно. Я уже тоже перенял, жена говорит, ну ты зачем это сделал? Я говорю, нечаянно. И Бог, знаете, Бог смирит нас. Я тут учился, вообще отучился в одном высшем учебном заведении, не буду рекламировать его в прямом эфире, но кто знает, тот знает. И я помню, первый экзамен у нас был. Я вообще, я, ну как вот пацан, вообще переживаю, волнуюсь. Ну вот, я уже пастор, ну тут же, ну вот кто пастор, меня поймут, ну ты пастор, ты великий человек, там все, там, ну тебя уважают все. А там ты вообще, ты стоишь перед кабинетом, и ты сейчас зайдешь, и ты понимаешь, что ты вообще нифига не знаешь, и тебе надо будет, ну как, и тебе надо будет еще отвечать. А Александр, ну передо мной, он уже отучился в этом заведении, я ему звоню, помню, перед экзаменом, я говорю, Саш, как вообще тут вот сдавать экзамен, что это такое? Я, ну в школе, я в школе отучился, потом, ну учился на повара, ну потом меня в конце концов не доучился, выгнали меня, ну видать не потянул я на эту профессию. И, ну и много лет прошло, то есть я уже забыл вот эти какие-то чувства, переживания, и я звоню ему, говорю, Александр, помнишь, да? Я говорю, Саш, как тут вообще, ну что это такое-то вообще экзамен сдавать? Там представь, ну заходишь в кабинет, там вот сидит профессор, ну и как бы и тебе надо отвечать. И он меня ободрил вообще, он говорит, Олег, все пройдут через позор. Ну вот пришлось мне проходить. И знаете, это хорошо, я думаю, для пасторов это вообще классно, вообще побыть вот в этой шкуре. Когда ты сидишь, ну и ты какую-то чепуху вообще несешь, и на тебя смотрят, как вот, ну правда, как на первоклассника какого-то. Я помню сдавал там у нас такие индийские религии, знаете, ну, Саша вспомнил тоже. И думаю, а знаете, там вообще все эти боги, там же этих богов, там их вообще, ну миллионы. И я думаю, ну я как христианин, я принципиально учить ничего не буду. Ну, как бы все объяснил сам себе, что это все правильно, так нельзя учить. Ну и пришел на экзамен. Но все равно бывают экзамены, которые, ну где-то ты можешь как-то вот, ну проскочить, так скажем. Ну и я как-то надеялся, что можно, вот Василий прекрасно знает, он, по-моему, вот сдавал, да, эти религии. И, ну где-то можно. А там, знаете, а там не проскочишь, там дают тебе тесты, 15 вопросов, и тебе нужно отвечать на эти тесты. То есть ты садишься один, там, ну не подсмотреть ничего нигде, там, ну не проконсультироваться ни с кем. И ты садишься, и мне дают этих 15 билетов, и надо выбить 11 из 15, ну на экзамен, чтобы хотя бы удовлетворительно поставить. И я взял, помолился, говорю, Господь, ну ты видишь мое сердце, как бы, я же не хочу вообще вникать вот в это во все, пожалуйста, вот, ну просто благослови. И знаете, смело вообще, тю-тю-тю-тю-тю-тю, там, ну тю-тю-тю, выбил все, быстро, вообще быстрее всех, ну как-то. Думаю, самый умный. Ну и сажусь, как бы, даю вот эти билеты профессору. И вот он посмотрел все эти билеты, так посмотрел на меня, говорит, впервые в моей практике ни одного правильного ответа. Я говорю, ну тоже же хорошо, хоть что, рекорд какой-то. Ну пришлось выучить, пришлось выучить, потом, ну, сдать. Там у одного на экзамене спрашивают, ну, там какой-то вопрос, тоже по индийским религиям. Он говорит, знаете, вот по индийским религиям единственное, что я помню, это зита и гита. Один у нас, один у нас там есть, ну, со мной учился епископ, ну, уважаемый человек очень. И мы также сдаем экзамен, и этот епископ, там рефераты мы писали. Ну и мы все так сидим в аудитории, и он подходит к профессору, ну, садится с ним за стол. И профессор, ваша фамилия, тот сказал фамилию. Он говорит, да, да, вот ваш реферат. Ну да, читал я ваш реферат, все. А знаете, что коллега, ну, там коллегами называют, он этому епископу говорит. А знаете, что коллега, там такой профессор, ну, под 78 лет, по-моему, такой уважаемый, известный в стране, ну, в этой области человек. Он говорит, а знаете, что коллега, вот в вашем реферате одного слова не хватает. Тут какого? Он говорит, фигня. А вон этот епископ, ну, как бы он в очках, ну, и так. И этот профессор говорит, а что это вы так на меня смотрите? Или это просто очки ваши глаза увеличивают? Там, как бы, смирение ко всем придет. Ну, еще одно, чтобы закончить этот блок, учебный блок, я просто, у меня это свежо все, я еще одну историю расскажу. Я сдаю там, ну, тоже, ну, один предмет, и мне попадается вопрос, понятие души в Новом Завете. Я думаю, это же моя тема вообще, Новый Завет. Ну, я вообще там, ну, как написал все, выхожу, смело вообще, смело отвечаю, все. Он говорит, подождите, подождите, коллега, вы со мной богословским языком не разговаривайте. Мы сейчас не богослов, ну, как бы, вы со мной, пожалуйста, научным языком. Ну, ну, я пытаюсь, там что-то пытаюсь, ну, он говорит, ну, ладно, ну, он понял, конечно, все. И он говорит, ну, хорошо, а где в Новом Завете написано вот это? Я, представьте, вообще, ну, не помню вообще, где написано. Он говорит, ну, а где вот об этом написано в Новом Завете? Я опять завис. Ну, он, короче, в конце концов мне поставил зачет, и, знаете, он в конце мне зачетку отдает. Говорит, коллега, читайте Новый Завет. А я что делаю? Ну, ладно, еще одну историю расскажу. Ну, это так, чисто, чтобы поржать. Ну, ее многие знают. Ну, она в тему. Просто это, как, Бог меня проводил. Я однажды встречал Дениса Подорожного, ну, как... Ну, просто в церкви-то ее знают, где-то я тоже рассказывал. Это было 9 лет назад. Как раз пастор Сергей, он должен был ехать, ну, в Нижний Новгород, уезжал на миссию. Ну, и он меня оставлял здесь пастором. И перед тем, как ему уезжать, ну, была конференция, как обычно, и мы сделали такой пасторский выезд на озерах, это там в Хакасии. И пастор Сергей, мы уже там были сутки, он говорит, Олег, давай езжай, встречай Дениса Подорожного и привези его туда на озера. И это нужно было выезжать там ночью, я уже не помню, ну, там все детали. Ну, все, я поехал. И я человек ответственный вообще, ну, по крайней мере, мне так кажется, что я ответственный человек. И я думаю, лучше выехать заранее, лучше приехать раньше, чем опоздать. И выезжаю, все, еду. А знаете, ну, а мне же, ну, Денис Подорожный, это очень известный человек, конечно же, очень уважаемый человек, ну, как все. Ну, я думаю, ну, я-то тоже ничего. Как бы уже, ну, практически я пастор большой церкви. Ну, еще без пяти минут пастор. Я думаю, а оттуда ехать с этого аэропорта до озер, ну, где-то часа четыре, наверное. Ну, точно, не помню, часа четыре. И я думаю, ну, нам же, как пастор, с пастором же надо будет о чем-то разговаривать. Ну, как бы, ну, мы с ним не были знакомы. Думаю, надо же, и знаете, я еду, там, вопросы приготовил умные, там, о домашних группах, там, ну, как вообще, там, строить церковь, там, все. Думаю, надо же общаться. Ну, и надулся, короче, вообще, ну, просто вот искренне вам говорю, внутри, знаете, вот, ну, как все, надулся. И еду, 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 а по той дороге я никогда не ездил в аэропорт. И там нужно было, когда едешь, повернуть налево в какой-то момент и выехать там на кольцо, ну, кто знает, и потом до аэропорта. И я еду, еду, думаю, где-то этот поворот должен быть. Ну, и нет поворота. И выезжаю, река течет. Ну, по всем понятиям реки не должно было быть. Ну, оказалось, Енисей. Смотрю, там, какой-то город, это Дивногорск. И я понимаю, что я проехал вообще поворот. Проехал поворот, и я смотрю, и по времени я уже должен был быть в аэропорту, вообще-то. Ну, или близко подъезжать. И теперь я понимаю, у меня осталось там минут 40 или 50, я уже точно не помню. Я понимаю, что сейчас мне нужно проехать через Дивногорск, доехать до Красноярска, это 30 километров. Проехать через два берега Красноярска, через весь Красноярск, и потом еще 30 километров до аэропорта. И я понимаю, что я опаздываю. А я ответственный человек. У меня внутри все, я уже лицо пастора Сергея, знаете, представил. Это, ну как, что я, ну как, на мне же ответственность. А тем более Денис, он прилетает с женой ночью. Я уже представил, вот он выходит в аэропорт, его никто не встретил. Он звонит пастору. А пастор, угадайте, кому звонит с двух раз. И я вообще, и я как дал-дал по газам. Я там 150, даже до 170 у меня доходило, помню. И там, знаете, по этим, там такой серпантин еще. Гаишник выбегает. А там черта города, выбегает, радостный такой, останавливает меня. Ну я там, конечно, там большое превышение. Я ему объясняю. Я говорю, ну я опаздываю, там, ну все там, всех пособрал. Там, ну, там что, священники, все там, конференция. Ну все, что, все, 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 что должно было его зацепить, я все там, ну как бы объяснил. И он так взял документы, посмотрел на меня, на время посмотрел. Говорит, что думаешь, успеешь? Я говорю, успею. Он говорит, давай, успевай. Думаю, слава Господу. И, короче, я залетаю в аэропорт ровно, ну вот во время прилета самолета. Вот скакиваю из машины, бегу в аэропорт, забегаю. Говорю, прилетел с Ташкента самолет? Вот, они говорят, прилетел только в другой терминал, международный. А это, ну, метров там сколько, 500 еще до международного. Я выбегаю, опять падаю в машину, лечу в международный терминал. А я там ни разу не был в этом международном. А это еще темно было. Я подлетаю, выскакиваю из машины и бегом бегу. А там, знаете, там такой, ну, еще на то время такое современное здание было построено, все под стеклом. И я бегу. Представьте, и на всей скорости. Я-то думаю, что ход есть. Ну как, я же ни о чем не понимаю. Ну, ход есть. И я бегу, и я со всего маху. Я как дался в это стекло. У меня, я езжу в очках, ну, на машине. У меня даже очки погнулись. То есть я вот так, как шлепнулся, ну, как в это стекло. А там, ну, как, там люди, там встречающие на улице, и снутри меня все видят. Ну, как там, там какой-то человек, говорит, молодой человек, левее возьмите, как бы здесь. Ну, короче, я зашел туда, с Ташкента прилетело. Она говорит, прилетело, только еще, ну, не вышли люди. Я уже потом думаю, это же, слава Богу, что Денис этого пастор не видел. Если бы, скажет, ничего себе, за мной водитель приехал, отправили, он бы за мной не поехал. Ну, и я, знаете, мы же не всегда сразу, ну, врубаемся, как бы, ну, вот, что происходит. И я опять, знаете, еще у меня там было минут 15, я в себя пришел, как бы там, там, ну, все эти вопросы вспомнил. Ну, опять же, ну, как, опять, как бы, внутри себя накачал. Ну, и все, пастор Денис, Марина, они вышли. Ну, здравствуйте, ну, так, все хорошо, все, сели в машину, ну, и едем. Это еще темно. И мы едем, а внутри, знаете, я вот переволновался, вот это все торопился. Знаете, внутри, вот, бывало у вас такое? Ну, у вас не бывало, у меня часто такое бывает. Вот ты снаружи, ты как бы, вот, ну, все, все у тебя под контролем. Ну, ты такой серьезный, все. А внутри бардак. Ну, как бы, внутри ты поплыл. Вот, знаете, ты не понимаешь, даже вообще, какое слово правильно, надо вообще говорить что-то, или не надо что-то говорить сейчас. Ну, то есть ты, как бы, внутри поплыл. Я вот в таком состоянии. Что-то, знаете, пытаюсь ему, ну, как, у меня же там вопросы, надо же мосты наводить, как бы, это же долго, долго. Что-то пытаюсь, и вообще ничего не клеится. Бывало у вас какое-нибудь подобное состояние? Вообще ничего, ну, не идет. Ну, и мы едем, он говорит, а у вас медведи здесь водятся? Я говорю, ну, водятся, но я не видел ни разу, ну, как бы, так-то водятся. Дальше едем, знаете, там, из-под колеса какая-то, типа, птица, там, сова или что-то, вспортнуло. Он говорит, о, у вас тут, ну, птицы, там, звери. Говорит, а дрофа у вас водится здесь? Я говорю, ну, а надо же, ну, ты же солидный, как бы, пастор же, как бы, ну, дроф не видел. Ну, дальше следующий вопрос. Меня вообще убил просто. И дальше едем, и опять раз, 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 птица, ну, какая-то. Он говорит, ну, да, у вас тут, ну, а скажите, говорит, а удод у вас водится здесь? Я говорю, ну, один точно есть. И когда уже, знаете, уже не знаешь, что, ну, как бы, вот, ну, ты внутри плывешь, и ты даже не знаешь, на какую волну-то, ну, то есть думаешь, то ли он шутит, то ли вот, ну, то ли серьезно, то ли сказать, ага, ну, вообще, удод, ну, реально, ты даешь, знаете, вот это вообще. То ли, ну, то ли, ну, то ли, ну, как бы, серьезно, ну, и уже, ну, все, я уже не помню, как и что, и, ну, и уже когда подъезжали к озерам, ну, тут у меня, знаете, там, ну, такая домашняя заготовка была. Думаю, ну, сейчас я все-таки вот, все-таки я, ну, жирную точку все-таки я поставлю, да. И мы подъезжаем, я говорю, знаете, Денис, вот здесь у нас Хакасские озера, и очень они знаменитые. Тут сам Сенкевич приезжал, снимал, снимал здесь клуб путешественников на этих озерах, он говорит, вау, как классно, ну, как бы, как интересно. А вы сами эту передачу видели или местные жители рассказывали? И я, во-первых, передачи не видел, а во-вторых, я даже не знаю, откуда я это взял вообще. Так что с помазанниками надо осторожно вообще разговаривать, там, ну, как бы, надо факты знать, сто процентов, а то тебе, ну, как бы, сразу вычислят тебя. Вот такая у меня была история, и, знаете, я понял потом, позже, не сразу, но позже понял, братья и сестры, нужно быть такими, какие мы есть. Тогда Бог, тогда мы даем место Богу. Пусть мы, знаете, пусть мы неспособны, пусть мы, может быть, не одарованы в чем-то, но когда ты такой, какой ты есть, ты даешь место Богу. А когда ты пытаешься быть больше, чем ты есть на самом деле, ты не даешь место Богу. Тогда Бог говорит, ну, раз ты сам, давай сам, сам Иисус сам, давай сам делай. Но когда ты смиренный, когда ты даешь место Богу, то тогда, знаете, обычный человек, он просто выходит, и ты, возможно, говоришь, а я вообще, я крутой проповедник, он, я круче его проповедую в тысячу раз, он даже там двух слов связать не может. А он просто, он перед Богом ходит, он смиренный, он простой человек, и он выходит за кафедру, и он начинает говорить, и помазание сошло, что-то начало происходить. И ты думаешь, что это такое? Да это не наши дары, не наши таланты, это Бог смиренным дает благодать. Аминь. Давай дадим Господу аплодисменты. Давайте откроем книгу Деяний, седьмая глава. Книга Деяний, седьмая глава. Двадцать второй стих. Посмотрим с вами на Моисея. И научен был Моисей всей мудрости египетской, и был силен в словах и делах. Когда же исполнилось ему сорок лет, пришло ему на сердце посетить братьев своих, сынов Израилевых. И увидев одного из них обижаемого, вступился и отомстил за оскорбленного, поразив египтянина. Он думал, поймут братья его, что Бог рукой его дает им спасение, но они не поняли. На следующий день, когда некоторые из них дрались, он явился и склонял их к миру, говоря, «Вы, братья, зачем обижаете друг друга?» Но обижающий ближнего оттолкнул его, сказав, «Кто тебя поставил начальником и судьей над нами? Не хочешь ли убить и меня, как вчера убил египтянина?» И мы знаем, что от сих слов Моисей убежал. И убежал причем на сорок лет. Интересно, здесь написано, что, 22 стих еще раз, «И научен был Моисей всей мудрости египетской и был силен, скажи, силен в словах и делах». Мы знаем, что Моисей сорок лет воспитывался в доме фараона. И написано, что он всю мудрость знал. Он был силен в словах, он мог красиво говорить, он был силен в делах. У него была определенная мудрость, вот эта житейская мудрость. И при всем при этом Моисей четко понимал, кто он. И мы слышали, Олег Борисович об этом говорил. Он понимал, что у него есть призвание. Это он должен вывести этот народ. Он должен освободить. Потому что, когда он это сделал, когда он вмешался, он говорит, «Может быть, поймут, братья, что моей рукой Бог освобождает». И он вмешивается в это, и Бог все это останавливает. И Бог говорит, Моисей, ну, так, теоретически, когда мы... Бог говорит, Моисей, не готов. Не готов, Моисей, вот в таком состоянии выводить мой народ. Не готов, не готов ты еще. Когда тебе кажется, что ты такой крутой. Когда мне кажется иногда, что я там, знаете, у меня какие-то способности, я там могу там красиво говорить, я могу там рассмешить кого-то. Когда, как только я все, Бог говорит, ты не готов, не готов, не готов. И Моисей на 40 лет в пустыню. И проходит 40 лет, он пасет овец, и Бог приходит ему в горячем кусте. Давайте мы откроем Исход, третья глава. Книга Исход, третья глава. И Бог обращается к Моисею и говорит, Моисей, ты должен вывести мой народ. Одиннадцатый стих, или давайте с десятого. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых. Моисей сказал Богу, кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых. И четвертую главу давайте посмотрим. Четвертая глава. С девятого стиха. С восьмого. Если они не поверят тебе и не послушают голоса первого знамения, то поверят голосу другого знамения. Если же не поверят и двум своим знамениям, и не послушают голоса твоего, то возьми воды из реки и вылей на сушу. И вода, взятая из реки, сделается кровью на сушу. И сказал Моисей Господу, о Господи, человек я неречистый. И таков был и вчера, и третьего дня. И когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен. Господь сказал, кто дал уста человеку? Кто делает немым, или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли, Господь? И так, сойди, я пойду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить. Моисей сказал, Господи, пошли другого, и у них там целый диалог. И так мы видим с вами, что сорок лет назад Моисей был искусный в слове, искусный в деле. Но проходит сорок лет. Сорок лет. Кто-то говорит, он просто за сорок лет разучился разговаривать в пустыне. Но я не думаю, что он разучился разговаривать. Это просто его взгляд на себя. Он понимал, что без Бога, без Него он ничего не может. И дальше мы читаем. Моисей сказал, Господи, пошли другого, кого можешь послать. И возгорелся гнев Господень на Моисея. И он сказал, разве нет у тебя Аарона? Я знаю, что он может говорить. И вот он выйдет навстречу тебе. И увидев тебя, возрадуется в сердце твоем. Ты будешь ему говорить и влагать слова в уста. А я буду при устах твоих. И при устах его буду. И учить вас, что вам делать. И там из Жезл 17 стих. Сей возьми в руку твою. Им ты будешь творить знамение. И мы посмотрим с вами эту же главу немного выше. Со второго стиха. И сказал ему Господь, что это у тебя в руке? Ну давайте с первого прочитаем. И отвечал Моисей и сказал, если они не поверят мне и не послушают голоса моего. И скажут, не явился тебе Господь. И сказал ему Господь, что это у тебя в руке? Он отвечал, Жезл. Господь сказал, брось его на землю. Он бросил его на землю. И Жезл превратился в змея. И Моисей побежал от него. И сказал Господь Моисею, простри руку твою и возьми его за хвост. Он простер руку твою и взял его, и он стал Жезлом в руке его. Это для того, чтобы поверили, что явился тебе Господь, Бог отцов твоих. Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Еще сказал ему Господь, положи руку твою. Ну и мы знаем все эти фокусы, да, там с этой проказой. Итак, мы видим здесь, что Моисею теперь нужна уверенность в Боге. Сорок лет назад он был уверен сам в себе, но проходит сорок лет. И ему теперь нужно быть уверен, что Господь с ним. Он говорит, вот я выйду перед народом. А как они? А если они мне не поверят, что ты со мной? И знаете, когда у нас есть такое состояние, когда у нас есть такое отношение к Богу, то Бог, он будет использовать что угодно. Ты скажешь, да у меня вообще ничего нет, у меня ни родины, ни флага, ни образования, ни денег, ни связей. Богу ничего не надо. И он Моисею говорит, Моисею, что у тебя в руке? Он говорит, палка. Он говорит, бросай эту палку. Он бросает палку, палка делается змеей. Моисей побежал от нее, потом взял ее за хвост, она опять стала палкой. Он говорит, что у тебя есть? Руки есть? Руки есть? Поднимите руки. У кого есть руки? Бог говорит, что у тебя есть? Он говорит, рука. Засовывая ее за пазуху. Он засунул за пазуху, вытаскивает, она в проказе, он напугался опять. И прошла эта проказа. То есть, когда человек внутренне, он смиряется. И когда он говорит, Бог, я хочу, чтобы просто ты был со мной. Когда я буду выходить, входить, когда я буду перед народом, я хочу теперь быть уверен, что ты со мной. И Бог таким людям, он дает уверенность. Он говорит, что у тебя есть? Хоть что угодно, через что угодно. Когда ты даешь это Богу, доверяешь Богу, Бог через что угодно будет проявлять себя. Он говорит, иди молись за кого-то, иди там изгоняй бесов. Что у тебя есть? Палка, у тебя есть деньги какие-то, у тебя есть машина, возможности. У тебя есть просто, может быть, желание поехать на миссию. Бог говорит, давай, я явлюсь там этим людям. Я проявлю себя в твоей жизни. Я докажу тебе, что я с тобой. Только будь передо мной, будь смиренным передо мной. И я явлю свою славу в твоей жизни. Аминь. Давай дадим Господу аплодисменты. Можно музыканта, пожалуйста. И последнюю историю я хотел бы рассказать, ну, или посмотреть в Писании. Это Луки, седьмая глава. Ну, или точнее, там мы будем два места смотреть, но об одном и том же человеке. Луки, седьмая глава. Седьмая глава, девятнадцатый стих. Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить, ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого? Они, придя к Иисусу, сказали. Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, ты ли тот, которому должен прийти или другого ожидать нам? А в это время он многих исцелил от болезней и недугов, от злых духов и многим слепым даровал зрение. И сказал им Иисус в ответ, пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали? Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют. И блажен, скажи блажен, и блажен, кто не соблазнится обо мне, кто не усомнится во мне. По отшествии же посланных Иоанном, начал говорить к народу об Иоанне. Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды, но одевающиеся пышно и роскошно, живущие, находятся при дворах царских? Что же смотреть ходили вы? Пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка, сеясь, о котором написано. Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой перед тобою. Ибо, говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка, больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Божьем, больше его. И Иоанн, он оказывается в тюрьме. И возможно, я не говорю, что это точно так, но возможно, знаете, у него был какой-то момент сомнения. Возможно, была вот эта борьба внутренняя. Он попал вот в эти узы. Он попал в сложную ситуацию. Кто сегодня проходит в сложной ситуации? Поднимите руку. А у кого вообще бывали, бывают сложные ситуации? У всех, конечно же. У всех. И знаете, я заметил, вот когда ты проходишь через что-то, вокруг тебя может быть множество людей. Самые близкие, самые любящие тебя люди. Мы живем в обществе, нас окружают люди, семья, знакомые, друзья. И все тебя, знаете, ободряют как-то. Все тебя поддерживают. Но тем не менее, несмотря ни на что, ты все равно, ты один проходишь через это. Ты один проходишь. Ты один ведешь вот эту внутреннюю войну. И человек может быть окружен многими людьми, самыми близкими, которые молятся за него, поддерживают. И он может сломаться внутри себя, несмотря на это. Он может проиграть, он может отступить, он может сказать, он может усомниться, соблазниться. Он может сказать, все, нет, я не готов платить эту цену. Но другой человек, вокруг него может не быть никого вообще, как у Иова. Все от него отвернулись. Но он прошел, и он сказал, я знаю, искупитель мой жив. Вот это внутреннее, вот это внутреннее состояние, то, что дает Бог, вот эту уверенность. Да, мы проходим через все. Но я знаю, что Иоанн, он был этим смиреннейшим человеком, который прошел через это. И он послал этих учеников, и, знаете, возможно, он ожидал не того ответа вообще. И Иисус говорит, смотри, больные исцеляют, передайте ему, что я больных исцеляю. Иоанн, возможно, ожидал ответа, который бы касался его лично. Ну, ладно, там исцеляются, ладно, там что-то происходит, а как же я? А я там, мне-то что от этого? И, знаете, по-человечески Иисус должен был в первую очередь Иоанну помочь. Иоанн был родственником, Иоанн был тем, который крестил Иисуса, он был двоюродным, ну, братом его. Они были друзьями. Но Иисус вообще не пошел и не помог ему. И он говорит, блажен, кто не соблазнится, счастливый человек, который не усомнится. Брат и сестра, кто поднимал руки, ты проходишь сегодня вот это. Просто проходи, проходи, не соблазнись. Ты увидишь, как Бог проявит себя в твоей жизни. Ты увидишь, как Бог явит свою силу. И интересно, когда уже эти ученики Иоанновы, они ушли. Иисус собрал народ. И он говорит, знаете, кто такой Иоанн? Вот, ну, не мог ли он разве ученикам этим сказать, Иоанновам? Сказать, ребят, передайте Иоанну, ну, как-то ободрить его. Передайте Иоанну то-то и то-то. Нет. Когда ушли, написано. Когда ученики ушли. Иисус говорит, послушайте, знаете, кто такой Иоанн? Иоанн, это вообще, это величина, это величайший из пророков. Но Иоанн этого не слышит. Нам всем бы хотелось. Вчера Михаил замечательно проповедовал. Он говорит, был у него момент, когда ему кажется, что, знаете, ну, как-то внимания никто ему не уделяет. Что он вроде бы как и никому не нужен. Мы все через это проходим. Но, знаете, если ты имеешь вот это смирение внутри, то Бог другим говорит, слушай, Михаил, это вообще, это величина. Максим, это величина. Ты этого не слышишь. Тебе бы хотелось, тебе бы хотелось, чтобы тебя поблагодарили. Сказали, какая классная конференция. Молодец, пастор Олег. Заплатил цену, молодец. А, возможно, никто и не скажет. А будет ли пастор Олег следующую конференцию делать? Будет. Потому что самое главное, это то, что Бог там говорит. Аминь. Это что Бог. А Бог говорит про тебя. Слушай, это Маша, Зина, Таня, Глаша, Миша. Это вообще, это величина. Скажи соседу, ты вообще величина. Аминь. И последнее место Писания, давайте мы откроем. Иоанна 3 глава. Иоанна 3 глава. 26 стих. И пришли к Иоанну и сказали ему, Рави, тот, который был с тобою при Иордане, и о котором ты свидетельствовал, вот, он крестит, и все идут к нему. Иоанн сказал в ответ, не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал, не я Христос, но я послан пред Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сията радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умоляться. Ему говорят ученики, Иоанн, с нашей церкви люди переходят в церковь к Иисусу. Они переходят туда, наши ряды редеют. Скажите, вот откуда придет пробуждение? Пастор, ну скажи, Саш, откуда вот ты ожидаешь, откуда пробуждение? А? Ну с неба, Саш, вообще. Силы. Понимающий человек. Но, знаете, вот каждый пастор, я не говорю сейчас, знаете, там, в глобальном масштабе, ну, каждый пастор, мы хотим, чтобы, ну, какое-то движение было, так или нет. Хорошо, после собрания мы поможем. Нет. Да. После обещания, мы не поможем. Да, после собрания. Пророк. И, знаете, как для пастора, для каждого из нас, знаете, мне хотелось бы, чтобы движение было Божье. Там, в Ачинске, знаете, там, в Ачинске, чтобы какие-то реки воды живой. И каждый пастор, он хотел бы, чтобы это было, так или нет. И это нормально. Это нормально, это не то, чтобы, знаете, что-то, ты там, гордый какой-то. Да это нормально. Хуже было бы, если бы пасторы не хотели бы этого, так или нет. Ну, знаете, это может быть такой, как ловушкой. Когда ты перестаешь видеть каких-то других людей, другие церкви, другие города, какие-то другие движения. И когда ты видишь, что Бог что-то совершает, Бог что-то действует. Я был в одной церкви, ну, там, что-то учил, ну, проповедовал. И потом ко мне девочка подошла, молоденькая, я не знаю, сколько лет, 12 или 13. И она начала мне говорить, как Бог с ней разговаривает. И она говорит, а Бог мне то, говорит, Он дает мне видение, Он мне то, то, то рассказывает. Я, знаете, я чувствую помазание такое, раз меня коснулось. Вот чувствую, Бог, ну, Бог меня касается. Я говорю, ну-ка, давай, ложи руку, молись за меня. И она такая удивилась. Говорит, как, я за вас? Я говорю, давай, давай, молись. И она начала молиться. Я чувствовал, как Бог вот говорил, как Бог касался моего сердца. Я хочу быть в том, что Бог делает. Я хочу быть в том, что Иисус совершает. И когда Иоанн говорит, Иоанн говорит, да это классно, это наоборот радость, когда люди приходят к Иисусу, когда люди идут, мы здесь для того, чтобы людей отправить к Иисусу Христу. Мы здесь для того, чтобы указать на Иисуса. И Он говорит, да нам должно умоляться, а Ему возрастать. И когда мы умоляемся, Бог являет Себя в наших жизнях. И когда мы живем, просто ходим на работу, что-то делаем, люди видят не нас, люди могут видеть Иисуса в нашей жизни, через наши поступки, через наши отношения. И когда Иисус сказал, что Иоанн, это величайший из пророков. Знаете, все пророки до Иоанна, они все говорили, они все указывали на Мессию. И они говорили, Мессия грядет, Мессия грядет, Мессия грядет. Все пророки Ветхого Завета, они указывали на Мессию. Но в чем величина Иоанна? У Иоанна было другое послание. У Иоанна было послание. Вот он. Среди вас. Он указал на Мессию. Он указал, и Он говорит, нам должно умоляться, а Ему возрастать. Нашей жизнью мы указываем на Иисуса. Но смирение, именно смирение, когда ты внутри, ты ломаешь себя, твоя плоть, она говорит, разнеси все в пух и прах. Но Дух Святой, Он говорит, стоять. Дух Святой говорит, нет, ломай себя. Дух Святой говорит, отпусти, прости. И когда у тебя есть эта способность, Бог будет являть свою славу в твоей моей жизни. И весь народ Божий да скажет, аминь.